Вперёд! Навстречу судьбе! Полёт нормальный. Так, идём к скаде. Не смейте трогать моего кузнечика. Вот этот мост, да, как ориентир, это если пешком вы будете идти, то именно по нему к скаде. Но пешком это очень больно, очень тяжко. Я это в первом прохождении пробовал. Которая не получила релиза, потому что меня там просто на части разрывали через каждую вылазку. Отстаньте от моего кузнечика Ироды. Так, дальше тоже будет тяжко. Опа! Да, поэтому... Ладно, передышка, сейчас ещё. Так, и так, прыжок Веры. Да чтоб тебя! Ой. Как бы там никого-нибудь в муравейник мне не попасть. Ладно, вот так вот попробуем. Зараза. Это реально, как, знаете, бывает, насекомое попадёт куда-нибудь, и потом не может выбраться. Не хочу я туда вниз падать. Давай, ну что ж ты. Зараза. О, скотины. Ладно, придётся вот так. Мне когда-нибудь тут с вами... Ерундой маятся. Да сколько вас здесь? Они везде. Ну, скот. Ну, скоты. Ну, скоты. Надо отрегинить кузнечика. Это путь очень опасный. Так. Кто там? Это ты? Это ты. Так. Давай-ка. Сразу две штучки. Кушай, кушай. Набирайся сил. Вот ты моё хорошее. Ещё, ещё. Ещё. Кто, кто доедает? Кто не доел? Добавка. Не хочешь больше? А, вот, съел. Отлично. Продолжаем. Так, сколько мне ещё осталось? Не так много, но и не так мало. Так, это... Да, очень опасно. Скорее всего, я сейчас буду прыгать, какосы на меня полетят. Так, кажется, я уже близко. Ого. Как аутентично. Так, она, видимо, где-то здесь. Супер. Я припаркуюсь тут. Сидеть. Так, что у неё тут есть? Что у неё обстановка? Нифига себе, у неё кровать какая элитная. Ну, залутаться нечего. Так. Приятно познакомиться. Меня зовут Скади Уксильм. Я по профессии охотница и бывший сержант авангарда. Говорят, некоторые существа начали достроить проблемы поселенцам. Меня послали разобраться. Людвиг говорил, что пошлёт кого-то. Что тебе нужно? Ты умеешь делать доспехи, кстати? Ого, первобытный капюшон, защита от холда, защита. Первобытная туника, первобытные щитки. А хитиновый? Чего больше брони даёт? Короче, хитиновый немного больше защищает, но и больше дебафов даёт на скорость передвижения. Но лучше от холда защищает вот этот вот первобытный костюм. Можно и, в принципе, два сделать. Шкура земноводного, волос насекомого, кости. Вот костей у меня нету и кожи земноводного. Остальное всё есть. Я там, кстати, список даже составил, что мне нужно взлетать, чтобы не забыть. Хорошо, теперь поговорим. Привет, рада, что тебя на кусочки не разорвали. У тебя здесь в последнее время были проблемы? Можно и так сказать. Я охотилась рядом с перевёрнутой лодкой, когда на меня напал разъярённый жук на срок. Нужно разобраться с ним поскорее, пока он никого не убил. Карты и справочник обновлены. Я разберусь. Я советую тебе соблюдать осторожность и перед встречей с ним как следует подготовиться. Если сумеешь победить, принеси мне его рог. Я его осмотрю и смогу понять, откуда этот жук взялся. Хорошо. Так. Вот он. Но я, конечно, не поеду на кузнечике, чтобы его не подставить. О, а здесь совушка. Приручение существ. Некоторых существ можно приручить с помощью особых лакомств. Но будьте внимательны, существо примет лакомство только если признает вас лидера. Поэтому сначала его нужно победить и подчинить. Приручённое существо станет вашим верным спутником. Оно будет следовать за вами и защищать. На некоторых из них можно даже ездить верхом. Исцелить приручённое существо можно с помощью еды. Бросьте еду рядом со спутником. Он её съест и вылечится. О, так у неё тут тоже кузнечик. Наш человек. Ладно, я всё равно не вижу, где тут кости и земноводные. Так что я пойду просто тут в ту сторону. Конечно, поем. Голова пчелы в карамели. Так прям хочется. А, там истощение предотвращает. В течение длительного срока. Ладно, пока и так. Загодится. Может, мотылька подстрелить? Мало ли что с него падает. Я уже и не помню. Лимфа насекомых, волос насекомых. Вроде ничего особенного. Да, ничего особенного. Не стоит их убивать. Так, вот там, кстати, пляж, куда мне нужно идти. Возможно, там и есть этот. Как раз, ну, земноводное. Тут ещё надо спуститься. Хотя, знаете, тут дерево-то никакое, нельзя захватить. Я не вижу сейчас, плохо видно. Ну, конечно же, здесь пчёлы. Трути? Нет, я так понимаю, рабочий. Они, в принципе, поэтому легко убиваются. Ух ты, там кто-то ползает. Слушай, по-моему, это не обычный жоп. По-моему, это таракан. Это, конечно, не точно. А это кто? Вы это видите? Йо, это... Ой-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й. Он гигантский просто. Это другой босс какой-то, наверное. Да, ладно, давай, из чего полегче начну вот с этого. Я предположу, что копьё. Нет, это клоп. Нет, не копьё. Молот. Муравьиные чипсы Костер Блин, а он задамажил-то нехило Тараканье мясо Это вот это что ли, жук на срок? Похоже на то Так, ну Я даже без понятия А что его может задамажить А давай на всякий случай лук тоже здесь разместим Чувак начнёт сейчас меня херачить А мы сейчас издалека посмотрим Зелёный жук, нет это зелёный жук Он тоже получает урон От молота Что за зелёный жук, блин? Жир насекомого, сердце жука, хитин Ну хитин с него неплохо формится Ну он мне нападал, конечно, нехило О, наверное, вот эта пшеница Подожди, она отличается от того, что Лисохвост Ну-ка, лесохвост И чё это? Волокно, семена и всё? Может там шансово ещё что-то падает? Нет, только это Ну ладно А где тут жук? Опа, а вот это вот, возможно, кремень, кстати Моё слово Кремень Да, это кремень Короче, вот где я сейчас нахожусь на карте Это вот от скади Я пешком уже дошёл Ну вот где находится кремень Он мне очень много нафиг Что нужен, поэтому Я сейчас тоже на него много И тут времени потрачу Кремниевые ножницы И даже Ух ты, вот он, вот он босс Ну что, делаем ставку Что он меня сольёт Ёперный театр Я не справлюсь Нет, у него, у него триген У него триген Это нереал Вы видите, я ему вообще почти ничего не сношу Хотя урон нужный То есть колющий Короче, нужно подфармить вот эту штуку Кремень Для нормальных Для нормального, я не знаю Оружия, лука Или ещё чего-то Это вообще капец Он такой агрессивный, что ли, блин Дай пофармить мне Чё это там за хрень какая-то Какой-то кузнечик Опасный Он агрессив... Агро? Это мирный кузнечик Чё это за огненный кузнечик, блин? Или это не кузнечик? Нет, похоже на какого-то кузнечика Так, а я аккуратно к нему подойду Ёперный Саранча Это саранча А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а не спустил нафиг и так ладно план выформить кремень отходить на базу покрафте все о его здесь много вот где я нахожусь сейчас здесь безопаснее кремень формить тоже зеленый падла он земноводные да это а я с ними справлюсь сейчас его проверим иди сюда земноводная геккон лизун чертов спасите не не честные весовые категории а где с него хоть что-нибудь а вот она бульон из требухи охотник до достижения круто духовая трубка камнерезанная машина неплохо надо здесь микс эти найти где-то дерево уже стрекоза кстати что ты ты же ты же адекватная равнокрылая стрекоза да она адекватная стрекоза чё она делает чё на чё на она любопытная шли такая я чуть по ней киркой блин не долбанул все кирка сломалась даже не заметил столько всего гекконов что-то мало о кора а вот и кора требуется кремниевая кирка или лучше непростая кирка еще и кремниевая вон еще один геккон чая им мало конечно очень мало костей и шкур земноводного не хватит на броню ну ладно мне нужно оружие получше бы быстрее убивать и чтобы вообще фармить все это капец меня не хватит даже хилок чтобы до базы добраться короче все обратно ухожу не так инвентарь почти полный я больше просто не могу с ними сражаться щавель щавель вот где растет тоже тут кремниевые требуются всякая фигня у меня еще проблема были как мне обратно залезть забраться капец вроде вот здесь вот где-то есть подъем сразу надо искать дерево тоже с этими знаете как я их ищу дерево с этими грибами вон кажись вон то дерево до него конечно далеко нашел еще одно дерево хочу захватить готова давай спускай воздушный лифт вон он едет ну получается кое переехал а вот сюда поближе к пляжу отлично духовая трубка это бесшумная смертоносное оружие местный глушитель зато кремниевые стрелы еще есть так слушай шутки шутками конечно я так понял что у меня оружие это особо и нету супер крутого нету подожди вот есть кремниевый меч кремниевое копье на час могу так ночью давайте потихонечку заменять кремниевое копье отлично урона намного больше от него как раз может быть для босса пригодится лоховское копье выкидываю так делаю кремниевый меч а вот это интересно кстати чел круче серп из ноги кузнечика нет он однозначно хуже чем вот это вот уже режущий урон там режущий урон да из этот намного круче огонь как раз снаружи буря этот в тепле и уюте так я сделаю каши кремниевую кирпу потому что моя очень быстро ломается кремниевые ножницы хотя я без понятия вскрывать коконы пауков режущий инструмент но пока нами не пригождалось ну ладно кремниевый топор то супер крутой топор быстрее должен все формить и так далее так точность у этой духовой трубки конечно низкая но моего лука сейчас тоже показан низкая точность а там кора уже нужно ее я не смогу так и наверно сделать из побольше лечебного пластыря сот с медом у меня как раз много что мне пригодится для битвы с боссом я полагаю даже пусть про запас у меня будет еще не пропадешь добру муравьиные чипсы но я сделала несколько штучек по приколу простой бинт 3 здоровья в секунду а это тоже 3 здоровья но в чем 20 секунд на самом деле он не больше восстанавливает просто дольше так ну-ка новое копье на жуках да как раз не хитим нужен неплохо ну-ка меч меч тоже отличный даже с легкого удара убивает ваншотиков муравьев ну лоховские которые мелочи приятны смотрите как я могу 22 даблкил прыжки короче если чисто вот фулл хп я ему в рост даю 72 там урона двух тычек с этого копья ну или с трех крайнем случае это и макрит был трех ахереть чуть менее убил он ворачивается на рандоме отходит падла зеленым мужиком столкнулся так ну чё собираем кору деревянный фундамент деревянный фундамент деревянный фундамент деревянный пол деревянный пол деревянный пол простая деревянная колонна ну понятно вот я где сейчас нахожусь если шо формиться быстро считает три удара и все весь инвентарь забыл и забил тьфу ты тебя не хватало клуб с мэйки противный ладно крышка бутылки надо броню сделать боссу потому что оружие у меня норм но броня по броне я проседаю нам для этого нужно эти гиконах убивать уже не падла уж меня даже гикона сейчас дамажный будь здоров ну короче меч этот я бы не сказал супер он может быстро бить до получше чем прошлое но они все равно дамажит угол вон мне 30 хп снес я даже не успел знать чё я понял кожи земноводного и у меня ее нет у меня только шкура земноводного надо еще из нее сделать кожу а иначе я только вот эти лоховские доспехи могу первые сделать получается на поэтому они лоховские вот эти короче круче последние эти даже не буду наделать ютюрный театр это что за ночной кузнечик это дух тех кузнечиков которых я убил пощады милорд гони короче это пока не работает либо баг и потом заработает но в общем можно вот здесь вот не в укрытие так полагаю как починить вот так вот колонну одну на другую захреначить и типа она получится что поддерживает как бы конструкцию ну чё сейчас скоро закончится кара дуба на самом деле не плохо я 2 крыло начал устроить вот как она все выглядит то есть часть дома из листьев а часть дома из этого такая прихожка красивенькая вообще закачаешься он сажу я голову пчелы считаете надо себя как-то похвалить за все наши страдания и все пойду сейчас фармить семена потому что именно их не хватает на коже в него кстати вот хочу сравнить доспехи от друстаны и от скаде елки-маталки а у друстана ты еще круче доспехи слушай вообще защита 5 на голову 5 да тогда лучше у друстана наверное апаться потом хитина может мне и хватит а вот лоскуты ткани надо тоже ткацкий станок еще надо открыть возможно это по сюжетке только так что возможно пока сделаем и лоховский ну средние доспехи посмотрим ну то есть если вы не поняли рецепты заблокированы просто а чтобы их разблочить нужно по сюжетке продвинуться поэтому лучше сейчас хоть какие-то доспехи чем никакие ну улучшить топор да классный трех этих ударов мак рубит мак вообще топовый он сразу и нектар дает и семена три разных ресурсов плевел вообще он срубает с двух ударов топор все сильные повреждения возвращаюсь на базу весь инвентарь забил может быть может быть я бы этого босса скорее всего мог бы и так убить как-то по геморроица но зачем все равно интереснее броню открыть как раз приближается буря закончил фармить и осы кстати улетают прикольно типа они чувствуют но показано да вы поняли сейчас до сих пор вроде не изучено как некоторые животные чувствуют приближение буря насекомое но все равно мой домик выглядит офигенно 82 масла выформируем свободного места нет аж зацените нектара сколько ты еще завидовать что-то ячейки путаются короче а потому что наверно забираю когда на оружие меня его понятно да не путаюсь но чё к же мне устроим она не маленькая прямо скажем офигеть можно и сюда в принципе впихнуть пока чтобы не разрушалась под этой пока у меня коры нету я думаю она идеальна дай сюда сборная касский станок и вертину а вот она вот она для тканя разлучилась вот кожи земноводного шкуры земного на меня есть единственный хватает чтобы сразу кучу этих там семян или чего обна обрабатывать потому что же долго тыкать я пробовал шифтом с контролом но этого нет но может быть когда вы будете смотреть это видео уже появится ну чё кожа земноводного давай все равно мы ее не хватит но хоть что-то хотя я сразу могу топовые доспехи сделать у друстаны если лоскут ткани сейчас смогу ткацкий станок смола шелк блин да откуда я шелк возьму учеба санчетного шелкопряд на пауки какие-то должны быть только как откуда тут можно конечно смотреться что-то предположить где они могут находиться но у меня идей даже нету скорее всего это тоже по квесту точнее можно и без квеста но где их искать гайдов еще нету когда это записываю поэтому мне труднее там конечно умные люди будут сидит и чё просто надо было пойти вот туда вот туда даже все было известно будет ладно тогда давайте попробуем сразиться с боссом наверное я его выманю подальше от берлоги чтобы если он меня убил он бы там не ползал постоянно начались азлутать не смогу потом если я прям вдохну там где он прям вообще меня не даст жить я они они несут кого-то смотри одна пчела несет другую чё это за хрень смотри короче я не знаю что это было или это просто так показалось как будто большая несет маленький он опять несет опять несет же и это они учат летать что ли мелких так вы видели может это реально так я не знаю в дикой природе тоже так или нет кто эти на пасеках работает колитесь почему они маленьких пчел так несут пчел поменьше вроде это не личинки смотри божья коровка убегает сука не троня на теперь ты умрешь за божью коровку и двор ну-ка щавель впервые кстати собираю листья волокно щавелевый суп то есть это просто для жрачка что ли может из листьев что-то может там не не путать волокном это не волокно это листья вот где я нахожусь на карте если шо так я сделаю супер грамотно построю здесь временный лежак на случай если он месяц закабанит чтобы не бежать сюда 500 тысяч миллиардов лет ну чё я попробую с копьем подкреплюсь мне кажется не знаю он скорее все если больше всех дамажит то я даже не смогу может от воротов вот так вот если попробовать крит нанес это жесть а как а как его контрить давай давай ты чё ты чё может мечом его реально я знаю что написано копьем но по факту видите чё происходит мечом больше урона пятьдесят два копьем копьем меньше урона обман я требую сатисфакции все поди офигеть я победил босса ну конечно и буря блин я не успею обратно добежать охрененно ну мне бы хотя бы просто вот так вот вот так вот времянку чисто построить давай опа все я в домике фух охрененно да вовремя слушай а надеюсь у меня же здесь костер если чё я смогу здесь да смогу если если начнет совсем жестко красный костер хватит офигеть раздвоенный ног рог носорога фух а я в домике вот так то я даже оставлю этот домик тут носить не буду друг проглядиться кому или даже мне еще койку надо было бы перенести ну ладно и так сгодится и так сгодится кстати реально в этих бурь о не в укрытие почему это ааа я понял короче это вообще за крышу не считается от этого все проблемы то есть фактически да оно функцию выполняет вот почему колонна не помогает но это не доработка это разрабы я думаю исправят то есть крыша должна быть либо треугольная либо что-то типа того видимо чтобы не изнашиваться все кажись ну давай тогда мы сразу на все времена так сказать сделаем постройку чтобы вообще не подкопаться короче вот такой вот у меня получилось тут может быть может быть тут и вентиляция потому что блок не ставится но в целом я доволен домиком короче все дом огонь в воду как я пришлось его расширить чтобы крыша нормально встала все целевое полностью расходование средств так что если вы мутите какой-то бизнес можете меня назначать ответственным за то чтобы если вы хотите быть спокойным чтобы бабло там не пилили но я беру дорого за свои услуги нифига себе построил ну ну ка ночной а это просто зеленый жук это не ночной зеленый жук ну ладно с тобой мы тогда справимся тоже нам привычный враг посплю посплю здесь прямо в этой самой чтобы да будет свет сейчас туда еще пробегусь где-то жук был вдруг там какой-нибудь уникальный лут типа лодка такая огромная перевернутая не понял только не говорите что он же не возродится сейчас что это за звук нет за лодкой гекконы тут столбик какой-то тут получается вот эти ресурсы изредка кремень и прочее все равно нужны потому что они нужны на починку вот этих крутых инструментов либо как-то я не знаю стараться чтоб они меньше ломались но я щас запас постараюсь сделать все равно запас как говорится он не есть ни пить не просит все-таки в обратную сторону побегу чтобы больше кожи земноводного и костей выформить из гекконов и икоры вот мой домик на пляже видите что попробуем сранчу ну-ка начну сразу с меча неважно что там пишет нет нахрен нет вообще не раны на нее вообще я выкинул камни и еще что-то новые ресурсы попрямо того что легче фармить если фармить легко то лучше вот эти более редкие ресурсы взять пока здесь так вот все кирка чуть-чуть осталось больше не буду любить проверю может быть если без резов ее можно будет починить тогда норм тут можно кстати как в расти когда бежишь и допустим обходишь каких-то насекомых глядываться удерживай альт консервы выкинул негодник а тут вообще ботинок так ночью сдаем ей квест-реквест привет солдат вот твой рок-носорога молодец узнаю этот рок раньше этот жук бродил по болотам не знаю как он попал на пляж он на меня напал как только увидел это очень странно сходил лучше к лисандре может она что-то знает она как никак эксперт по болотным существам карта обновлена да пока ты тут прими в благодарность от меня этот рецепт лакомство для геккона этим лакомством для геккона хорошо задабривать гекконов на пляже приручишь их и они станут твоими верными спутниками спасибо пойду расспрошу лисандру вот она дала и рецепт и прочее нет все таки кремневая кирка все равно требует обработанную древесину и кремень даже кремневый меч вот лакомство для геккона но его надо приготовить я понял такие круглые сюда надо строить откосы это как раз крыша полноценная будет все у меня тут крыша овоща огонь а нам пришли я разберу чтобы избежать непредвиденных хрени и там какая-то по маленькая была хрень вот так вот я время на лестнице сюда поставлю сейчас чтобы крышу тут сделать человечески да тут сломалась тут она нормально не строится придется в нахлыст все равно ну ладно главное для меня это практичность причем такой баг что такая же крыша в нахлыст не ставятся тютелька в тютельку придется ставить вот так вот но исправит это со временем вот так вот она не не ставится там такая же как я уже построил но нормально этой крыши тоже хватит яду кстати можно вот такой вот треугольнички поставить они тоже очень неплохо ходят понятно и тогда в нахлыст ставятся уже вот это вот крышей ну который деревяшек интересно и с той стороны тогда может нахлыст поставить может быть типа она не багует так либо нет с той стороны она не ставится в нахлыст и видите то есть я могу так вот примостить но это не в нахлыст она не входит сюда как пазл вот как пазл входит зеленая но скорее всего это баг но это абсолютно что называется вообще ни на что не влияет ни критично лесенку конечно же сюда деревянный давайте сюда в уголок дома поставим факел и вот такой вот стульчик чтобы мы могли сидеть и созерцать сразу разные стороны медитировать вот вот так понимаете я буду того доментировался видите энергетика такая появилась тут зеленая ну чё можно построить стол аптекаря еще много всего давайте как следует реально стол аптекаря вот здесь вот так вот что ли он какого тут лучше то ну наверное зеленая сопротивление яду сопротивление яду или к силу здоровья здоровья нектар лепесток масло тоник опа здоровье 213 стекут очень быстро санавливает очень много здоровья тоник выносливость возможно каких-то боссов восстанавливает силы быстрее тоже полезно чтобы бегать большой тоник выносливости ежевика лепесток масло и семян малый тоник выносливости макс выносливость 30 дает 30 секунд еще и восстанавливает на типа супер об фармись кстати физика есть если нижнюю колонну разрушить верхняя тоже падает чтобы быть осторожны кстати факела снаружи все-таки до разрушились типа от буря от всего тут тоже факела в окошко поставил так я тут столик такой сделаю мало ли гости придут дорогие у меня тут и посидеть есть рядом можно стол для готовки почему нет приготовить то есть можно еще обычный стол здесь оставить почему нет и наконец шкафчик это чисто такие косметические предметы не на что не влияют но пусть будут рекурсируем у кстати лучший точность средний урона больше написано носит чем те дротики она там шелковая не опять нужна у меня еще нет этого ладно пусть туда будет духовая трубка заменим лук ею лук туда уберем скорее всего нам пока не понадобится у меня один сундук с насекомыми уже заполнен что я второй сюда же продублирую сюда чтобы не путать они один по типажу будут один напротив другого стоять хотя там блин неудобно получается но ладно а можно их там ставить один на другой вот это вот очень круто лучше так сделать это на фигеть я чуть не сдох от того что они пожал так увлекся строительством 4 сундук уже очень тяжко встает уже тут надо хрен приловчишься надо вот находить прям а по еле поставила на самом деле ходу и это тоже так же будет тяжко я кричу который здесь сундуки они вообще ни в какую не строились я их перенес вот туда туда если я буду еще расширять я просто здесь сделают уже проход еще один корпус ах да духовая трубка ну-ка стрела то есть обычные стрела не подходят нужны дротики вот они тут отравленные дротики и так далее и так далее точку возрождения не забыл сюда переключил он где находится лисандра вот то что в лакомстве для геккона требуется голова муравья это конечно прикол потому что у меня есть все кроме этого придется банально но спускаться за муравьями я не думал что они мне потребуются но что делать как раз кстати сейчас может быть ночные я не помню с ночных башка упадает но как раз сейчас узнаем вообще тут есть особенности у различных ездовых хотел чуть не чуть искал животных в общем различные особенности возможно ящерица лучше ну залезает в какие-то труднодоступные места в которые не смог бы залезть под на ве под отвесом там не знаю кузнечик хотя он тоже неплохо лазит но типа у нее более сложный угол на который она может залезть вот но если ну в общем возможно ящерица мне не понравится если она мне не понравится да я ж тебе сказал куда ты глупец я тебе разве говорил сюда приходить теперь придется его защищать спасибо что живой но я его возьму каш вместе с собой когда на геккона пойду не понял что за хрень на меня напала это чё а это ночной кузнечик сука охренеть я думал это мой кузнечик он в зеленом свету посмотрите как он похож на моего ну блин а сейчас уже короче освещение сменилось принял что ли а я короче с ним справлюсь лимфа натекомых яйцо натекомых и дни ничего особенного с него не выпало но он бьет быстро больно не понял это просто кузнечик когда муравьи нужны их нет с одного мне не выпала башка а с другого только одна башка смотрите просто ядовитые грибы и какая-то там зеленая хрень это чудо вообще такое колодец какой-то испорченный у меня кстати была была мысль что не нужно не нужно перерабатывать все бошки муравьев типа оставить их вот в изначальном состоянии потому что могут потребоваться для крафта ну такое обычно бывает в играх но кто же знал потому что все таки для этого нужно выделять отдельную ячейку у меня был их дефицит так что суши нет они они действительно переносят мелких пчел смотрите это уже подтвержденная информация но напишите в комментах что они чуть такое блин почему я об этом не знал или забыл они переносят переносит их потом отпускают о отпустил сейчас ради по них летать учат так или что это блин я гарантирую что лучше всякой унылой биологии интегрировать вот обучение по некоторым предметам форму таких игр это же просто гениально я уверен что в будущем так и будет возможно даже это вообще уже будет вариант с каком-то виртуальной реальностью то есть ты будешь выполнять всякие сложные задачи одновременно на моторику на логику на этом критическое мышление и так далее и они в купе то есть это будет по всем предметам и в купе они будут перемешаны там с математикой с биологией с чем угодно это просто это гениально ну в данной игре и об конечно нельзя назвать обучающий прям по дикой природе потому что у нее такой цели нету но я имею ввиду что если поставить такую цель и разработать игру на только чтобы она была не унылая как вот современные обучающие игры не в основном унылая ну кроме hearts of iron ухать of iron реально такая стратегическая историческая игра ладно 4 отвлекся и итак вот она лакомство для геккона отлично одно есть я думаю 1 хватит чтобы как бы протестивую понять вообще стоит игра свеч или нет нифига себе какое оно красное я бы сам такое слопал хотя на вид как будто там мозги какие-то если присмотреться так ладненько возможно этот кузнечик в последний раз видит наш дом но мы его отпустим там все такое давайте вам еще такой обзорчик их так чтобы не спутаться я отмечу этого босса просто как ориентир а теперь внимание свободный полет свободного кузнечика а по и ты нафиг тебя так геккона где-то должны быть так вот здесь вроде безопасно да здесь три коза ему да господи сранча тут так сидеть я даже не справлюсь с ней с падлой но она вроде оттуда не не должна выходить так ладно иду с гекконом так как всегда сносим чуть меньше половины здоровья не переборщите блин а ему сложно попасть по заразе о сейчас ну приручайся смотри 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 пополз я понял короче это не активируется потому что я кузнечика не отпустил ну что время прощаться ты свободен отпускаю вашего компаньона отпустили пополз по своим делам это конечно опасно я надеюсь он выживет блин только к саранчи не ползи туда он прыгать может круто если не будет тупить он выпрыгать все будет у него хорошо так иди сюда все готов что какие то вопросы у кого то есть или что я не понял давайте его отрегеним вот ему жрачки давай кушай кушай чтобы восстановиться слушай у него оригин кэш медленный последнюю кто будет доедать добавку ну-ка доедай добавку вот так так ну чё протестим он вообще не прыгает лол он вообще не прыгает ну да он по до по ответствам видимо лучше залезает так сейчас попробую чтобы время сэкономить быстрый телепорт на базу типа просто выходишь в меню и заходишь заново да да огонь работает но возможно когда вы будете играть это пофиксят но тут как бы в этом вызова нету хотя есть иногда да чтобы до дома добраться я согласен но в моем случае уже это не вызов по этой территории потому что я ее всю вдоль и поперек изучил это просто гринд времени потому что я от буря там домик построил чтобы укрыться и вообще как бы в этом плане никаких проблем нету так переспим перезимуем я могу сказать на самом деле шагик он так заспаунил слушайте я не могу его выбрать блин капец но это бы в любом случае произошло если бы из игры вышел и он бы опять так заспаунился о вот я перезашел еще раз и на этот раз все получилось да неплохо так он лазает о какой красавчик блин вообще не прыгает ну-ка на шифт быстро бежать f авто подбор под ножнем нет это это я слезаю это просто для да ничего не работает а так а так у него тоже нету ну так в целом интересно конечно в общем лучше вам меня не злить а точнее моего геккона кто слушал молодец сказочки конец да